ну вот так вот утром друзья поют птицы с добрым утром и с хорошим днем просыпайтесь все а у меня начинается новый день сейчас у нас 5 часов утра еще даже туман не рассеялся с добрым утром друзья моемся, моемся, будем чистыми хоть и редко, но машинку надо мыть моемся, моемся, сушимся, сушимся погода хорошая, надо быть красивыми, чистыми вот наверху, видите, сушилочка сейчас высушит меня видите, как все капельки убирают сейчас еще половинцами меня там оботрут вот так чистая, красивая, поеду а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как сейчас в частности Вот такие вот красоты Никогда как-то не задумываешься Помимо того, сколько здесь вложено сил И сколько любви, чтобы сделать всю эту красоту Но здесь же еще какие деньги вложены Я имею ввиду, что ведь это все кустарники Вот это вот шиповник и дальше пальмы Это же все ведь посажено руками человека Вот это альпийская горка сделана, вот камни Мало того, что я говорю, труд огромный, но вы понимаете, что эти все растения, их надо купить Вот каждый кустик И его покупают И сажают Вот это все не само сюда припрыгало Вот так вот я вам хочу сейчас показать Никогда не показывала Хочу показать вам Сколько стоит Вот такие вот кустарники, к примеру Пальмочки И деревца декоративная, красивая Сейчас мы с вами пойдем в гарден-центр В садовый центр, где продаются саженцы И посмотрим цены Кстати, я обожаю сирень Помню, когда она начинает цвести У нас ее тоже буйство было на юге В России Всегда мне приносили Мои поклонники знали, что я ее люблю Такие огромные букеты Но жаль, к сожалению, что она очень быстро вянет, если ее срываешь Так вот, что хочу сказать Я когда сюда приехала Я попросила мужа Давай поедем и купим сирень Я хочу посадить в саду И мы поехали Мы купили эту сирень Я ее посадила Маленький-маленький кустик Был совсем просто череночек Потому что, ну, самый дешевый Купил мой муж Вот, но она такого темно-темного цвета Махровая Вот не такая светлая, как эта А знаете, бывает Темно-бордовая Очень красивая Ну, и я ее, прежде чем сажать Я ее Там землю положила Конский навоз Перемешала с землей И потом постоянно ее поливала Конским навозом Ну, и всего лишь навсего Ей было, наверное, два годика Она уже начала вовсю цвести Но маленькая была еще Наверное, мне по пояс Этот кустик И вот, вы знаете Я как-то проезжала мимо Меня все тянет туда Посмотрела на эту свою сирень Она перед домом там Красавица перед банкала Посажена на газоне Слава богу, ее не вырвали Новые хозяева И я посмотрела Вы знаете, она уже ростом с меня Этот кустик И он весь облеплен Вот такими шапками цветов Боже, как было красиво Ну, а мы идем в гарден центр Чтобы посмотреть Что почем Что почем И сколько стоит Красавчик какой Посмотрите Опять Этот пламенный мак Очень нравится мне Вот эти цветы на стенах Я просто показываю вам Сейчас обзорчик Подойду поближе Покажу цветы Очень часто можно встретить А здесь-то посмотрите Они вообще Всех цветов к радуге Как говорится И посмотрите Пышные Какие обильные Это вот просто дорога Видите И вот такая стена У дороги И вот такое великолепие Здесь произрастает Посмотрите только Какая красота То, что еще я вам говорила Вот Каждый коттедж Имеет свое название Обязательно Видите Вот И они Англичане Мало того, что они Очень любят Вот этим заниматься Садоводством своим Но вот они Видите Настолько искусны Вот подобрать это все Вот так красиво Кусты разноцветные Цветы Наверное, еще Друг перед другом Вот там еще у них Гортензии Будут цвести Попозже А здесь вот видите Благоухал И цвел Куст камелии Теперь он отошел Дальше другой Какой-то куст Цветет А, рододендрон Да Вот он И дальше Магнолия Все еще цветет Позднее Вот она Красавица И дальше Вот это будет Кусты гортензии Представляете? Как красиво Вы знаете Кто-то Даже здесь Мне умудрился Вот написать Ой, не могу Из моих зрителей Пишет комментарии Порой Которые меня шокируют Вот так вот Кто-то написал Ну Как-то вот Как-то у вас тут Скучно Что это? Цветы какие-то Показывайте Кусты А где огороды-то? Опять же Что могу я По этому поводу сказать? Ну, каждому свое Друзья Ну, вот да Здесь нет огородов Они считают Что Пока созреют Эти помидоры Огурцы Их можно будет Уже покупать В супермаркете По фунту За килограмм И смысла нет Горячиться Ухаживать Они вот предпочитают Вот такую красоту Иметь Вместо огорода Ну, вот понимаете Может быть Ну, каждому свое И вот такие вот Крутые ступеньки Посмотрите Очень крутые И туда вверх Дальше и дальше Это вот Вентнер Он стоит Весь на горе И вот так вот Люди Привыкли жить Ну, а я вот Вспомнила Кстати В связи с Выше сказанным По поводу огородов Вспомнила Историю такую Я же из своего Родного города В котором Родилась В Новочеркасске Я уехала После окончания Института В 77-м году И я уехала В общем На север Да Прожила там долго С горы Так вот Я приехала В свой родной Отчий дом У меня родители Были живы тогда Вот И что вы думаете У нас там Была Улица Усажена Красивыми Деревьями Акации белой Она цвела Благоухала Вы знаете Да Потом эти цветы Осыпались И еще был запах Уже Вот этой вот Засохшей Пожухлой Акации Она пахла еще Специфически Ну и эти деревья Такие красивые Огромные Вот они Росли себе Да Кто там их посадил Я не знаю Потому что они были Довольно высокие И посажены были Не при моем Рождении Как скажем Нам задолго раньше И что вы думаете Я приезжаю И вдруг я вижу Что Все почти Эти деревья Спилены Вот эти Красивейшие Белые акации Деревья Высоченные Большие Они все спилены И что вы думаете Это же на улице Понимаете Там конечно Как бы частный сектор И дома И я вот Вскарабкалась Правда не на самый верх Вот там опять Вдалеке пролив Ла-Манш Виден вам И вот это вот Слева стена Видите Было написано Что это Кастл Ну то есть Какой-то Замок Я поднималась Вверх Потому что Тоже для меня Неизвестные Все эти тропы Я их познаю Вместе с вами И Ой Карабкалась Довольно долго Думала что И есть какой-то Замок Старинный В связи с тем Что здесь Такая стена Но вот К сожалению Все я закончила Подошла Никакого замка Здесь уже Видите Дорога заканчивается Так вот На моей улице Какой-то умник Спилил Все деревья И посадил Там Картошку И вы знаете Перерыл Конечно Все это Понимаете Там какая-то Была зелень Мы когда были Детворой Там сидели На травке Под этими Деревьями Он благополучно Потом я узнала Что это сосед Вот наш Сережа Мой ровесник Он оказался Там из всех Самый молодой Самый шустрый Потому что В основном Там жили старики Уже доживали Вот в частности Как и мои родители Им уже было Как говорится Наплевать Я когда спросила Я приехала Я была поражена Что сделали с улицей Это просто Было какое-то А главное Самое Что у всех Вот у них В частности У Сережи Был сзади дома Огромный Огород И огромный сад 12 соток То есть Мне кажется Сажай не хочу Но он там Разводил свиней И гусей И что там Только он не разводил Он откуда-то С хутора Какого-то Приехал Купил этот дом Ну это бог бы с ним Понимаете Но вот Какое право Он имел вообще На улице Срубить эти деревья И никто ему Не давал На это разрешение Но вот так Самовольно взял И там Себе еще Эту картошку А потом Эту картошку Он продавал На рынке Обогател На этом Конечно Вот А я помню Когда еще Мы были Помоложе Он за мной Ухаживал И там помню Приносил мне клубнику Со своего огорода Что-то такое Там такое было На меня Охи вздохи Вот И как-то Я была к ним Очень хорошо расположена И все И я пошла Пошла специально Но он вышел Я его не узнала Такой знаете Какой-то спившийся Старый мужик Вообще Я не понимаю Хотя он был у меня Ну наверное Года на два Всего старше А мне было тогда По-моему 37 Ну в общем 40-летний Спившийся мужик Вышел мне Навстречу Помятый весь Какой-то Ой Галина О привет Залебался Смотрю Знаете Ему даже бедному Неудобно Стало Я говорю Сережа Мне сказали Что это ты Порубил деревья Акации На улице Почему ты это сделал Как тебе не стыдно И он бедный Начал было запрятать Он не знал Что мне ответить Я говорю Вообще Я здесь Конечно Я сейчас уже уехала Но я вообще-то Здесь родилась И эта улица Когда тебя еще Здесь вообще не было Ты купил Твои родители Купили Этот дом Когда Здесь уже все было И ты вот так Вот распорядился По-хозяйски Ты сам-то Хоть одно дерево Короче Я его там Как я его Обругала Но какой толк-то Он начал Да Я не знала Да тебя не было Тебя аж тут нету Я говорю А что я должна Стоять под этими деревьями Их караулить Ты сам-то понимаешь Что ты натворил Ну То есть вот Я вам рассказываю Такой крайний Который меня Этот случай Он меня Он меня настолько Расстроил Вот это вот Все безобразие Которое Продолжает происходить Господи боже Закрыла вам Пальцем И в общем Понимаете Что я хочу сказать Все это Сделано было Без согласований Конечно Все самовольно И В общем Он нарушил Всю красоту Этой улицы И сейчас Вот Я конечно Ну я приезжаю туда Крайне редко Сейчас уже родители У меня К сожалению Умерли Вот Ну и Всегда Душа у меня болит И сердце кровью Обливается Что Хоть мы Как-то и говорим Что вот Власти нам Тут что-то такое Не то делают Да Я согласна Ну и сами Бывают такие Что не дай бог Как можно Не знаю В общем Вот так Рассказала вам Друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому